Всем привет! И да, в среду все дозволено. А, фигня, я думал дырочка. Сегодня небольшой тест, у меня есть немного времени. Я вам покажу? Конечно, азиатский шершень. Во всей своей красе. Посмотрите, где он. Не видно, а? Конечно, если бы я сделал бы зум, вы бы увидели его. А теперь берем тепловизор. Видите оранжевую точку? Да, да, да. Теперь посмотрим на него поближе. Сегодня я сломал пылесос. Хорошо видно, а? Неплохая камера. Ну и, конечно, невооруженным глазом тоже видно гнездо. Но я люблю этот тепловизор. А на самом деле здесь большая движуха, и никто ничего не видел. Вот, даже видно шершней, как они бегают туда-сюда. Если кто хочет, это топ-дом называется. Ладно, но это не сюжет. Для этого гнезда я предвидел, честно говоря, пылесос. Но вынужден буду использовать целлофановый пакет. И вообще я хотел бы посмотреть, что там находится внутри. Конечно, целлофановый пакет хорошо, но все равно я потом обработаю немножко порошком вместо гнезда. Пылесос я давно уже использую, и даже иногда мне это кажется смешным. Я не знаю, кто придумал охоту с пылесосом, хотя я знаю, что это не тот, кто мне это показал. Пылесос, в принципе, он работает, но это занимает слишком много времени. Нужно два подхода к гнезду. А сейчас целлофановый пакет. Али, приготовлюсь. Пылесос, пылесос. Да, конечно, шершни еще же можно посадить в майку. Это мне дама такие идеи подсказывает. Так, ты стой здесь. Так, вверх, это вверх. Валя, видно. А теперь нужен мне мой пакет. Надеюсь, размер пакета подойдет. Пакет для заморозки продуктов. По-моему, будет трудновато. А рабочие шершни очень мелкие. Что у меня с этим получится? Если не сработает, то это будет кое-что такое страшное. По-моему, пакет узковатый. По-моему, гнездо не пролезет. По-моему, гнездо не пролезет. Я поймал практически всех насекомых. Но, как вы видите, к ножке еще прилетают шершни. А проблема будет решена небольшой дозой порошка. А пакетик разглядим позже. Пылесос не заводится. И в то же время пылесос не надо вскрывать. А иначе будет трындец. Заметьте, еще много шершни снаружи. Вуаля! Насекомые прикоснутся к порошку, заразятся и никакого риска. А теперь посмотрим поближе. На солнце. Слышите это бряцание? Противный звук. А внутри насекомые. Личинки. Все, что надо. Королеву не вижу. Королева! Ого! Встряхните меня! Встряхните меня! Так, главное, чтобы пакет не упал. Насекомые хорошо закрыты. Взглянем на них поближе. Ну вот теперь более спокойная ситуация. Ого! Алло! Вот ножка гнезда. Часть, которую вы видите в начале строительства. И в конечном результате гнездо поглощает ножку. В начале сезона вы видите повсюду такие штучки. А это все рабочие шершни. Носятся во все стороны. Я надеюсь, ваш пакет снизу спаен хорошо? Да-да! Посмотрим получше. Это вот галетка. В этой конфигурации каждые 20 минут рождается шершень. А, вот она королева. А, это королева? Да. Два раза больше размером. Не хочет она показываться. Вы знаете, что сами шершни, их есть нельзя, но в Азии их добавляют в алкоголь. Настойки делают. А вот личинок они едят. Жарят. О, апеллитив? Ну да, можно. Шершни можно оставить на солнце. При 42 градусах и 9 десятых они отправляются на тот свет. Уверяю, в обед они все сдохнут. А в 12.30 можем сесть за стол. На апеллитив? Да, на апеллитив. Маленькие личинки. Поджарим фритюр. Или планшу сделать. А вот самих насекомых есть. Не надо. А, вот она королева. А, она прячется. Не хочет показываться. Когда-нибудь шершни против нас восстанут и покажут нам, где раки зимуют. Они больно жалят. О, да, да. Это да, это точно. Не забываем, что есть два типа шершни. Один шершень, который очень интересен и полезен. Это европейский. А затем... О, королева вот. А затем вот и азиатский шершень. Инвазивное насекомое. Вредоносное насекомое, которое подрывает экосистему. Так, ладно, интервенция здесь закончена. Как вы видели, много насекомых. Гнездо было довольно-таки опасным. Никто его не видел, а гнездо уже где-то два месяца. Вначале шершни могут быть совсем незаметными, тихими. Но в один момент они становятся проблемой. Риск ужальваний. С опасными гнездами я сталкиваюсь каждый день. И это одно из них. А несчастные случаи – это каждый день. Будьте бдительны, смотрите внимательно, куда и откуда пролетают насекомые. Они могут быть везде – в кустах, в крыше, под крышей. Вчера я обработал гнездо в насосе. Может, некоторые из вас видели репортаж. В общем, они повсюду, повсюду, повсюду. И традиционально – гнезда на дереве. Бай-бай, до следующего номера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...